МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня ко мне в студию пришла Аня. Ей всего 21 год, но за ее плечами огромная трагедия. Сможем мы познакомились на дне рождения у его сестры двоюродной. Практически сразу начали встречаться, наверное, с самого начала. Уже знали, что мы поженимся. Поженились мы ровно через три года и уехали в Москву сразу практически. И вот жили здесь. Я хотела ребенка больше, наверное, даже, чем свадьбу. Очень-очень-очень все удачно так получалось. И роды прошли хорошо, и Викулька здоровая родилась. У меня все идеально было. У меня слишком было идеально, поэтому, наверное, так не бывает. Они ехали к нам, и дело было такое благое. Хотели ребенка покрестить. Тема была за рулем. Я сзади сидела с Викой. Вика спала. В тот момент она проснулась, кушала. На руках была. Так вообще в автокресле была всю дорогу. Она проснулась буквально там, не знаю, за несколько минут, наверное. Занесла машину. Вылетели на встречку. У нас врезался второй водитель. Меня с Викой забрали на попутки. Отвезли в больницу ближайшую. И он там остался. Когда я уезжала, я к нему подходила, он отдышал еще. Мне первые сообщили об этом. Я уже сообщила дальше людям. Поехала к его маме. Потому что по телефону я не смогла с вами сказать. Мне Вику забрали, там понесли к врачам. Все. Потом уже сказали. В больнице Ане сказали, что у нее больше нет мужа и дочери. Дальнейшую жизнь, наверное, пока мне ее очень сложно представить вообще. Буду работать в части военной, где муж работал. Четыре стены, они угнетают. И бывает там кто-то позвонит. Ну, я сразу соглашаюсь куда-то пойти. Потому что, ну, так легче. Где-то побыть, что-то увидеть. Где-то пройтись, грубо говоря, там по магазинам, по улице. Так комфортно. Так хорошо. Идеальным это было бы, если уехать за границу, наверное, где вообще никто не знает. Мне хотелось, чтобы не закончился на этом. Естественно, хочу, чтобы у нее был любящий муж. Чтобы ребенок был, и даже не один. Ну, в первую очередь, все-таки я жду какой-то психологической помощи, наверное. Все-таки то, что внешность, ну, безусловно, да, но, наверное, это на втором месте. В первую очередь, именно от моральной какой-то поддержки того, что, возможно, в какую-то лучшую сторону жизнь в какой-то степени поменяется. Наверное, вот так. Ей нужно это преодолеть. И ей точно нужна наша помощь. Сейчас я за этой помощью и отправлюсь. Продолжение следует... У Анечки произошла трагедия. Она ехала со своим мужем и вместе с двухмесячным ребенком в машине. И попали в автокатастрофу. И в этой катастрофе погиб и муж, и маленький ребенок. То есть Анечка вообще осталась одна. Кошмар какой-то, какой-то ужас. Она тоже была в машине? Да, она тоже была в машине. Она не пострадала каких-то серьезных. У нее нет травм, ничего, да. Но у нее есть две большие потери. Два самых близких человека, которые у нее были, это муж и ее двухмесячный ребенок. Вошла девочка ко мне в студию. Я, если честно, сначала не поняла, что она делает на нашей программе. Потому что абсолютно нормальные внешние данные. Я могу вам показать. Нормальные, да, она красотка просто. Да, абсолютно. Красивая девочка. Она красотка, реально. И я была удивлена, когда она начала говорить и вот рассказала эту трагедию в своей жизни. Я, конечно, даже не сдержалась и заплакала. Потому что, ну, я просто себе не представляю, да. И на самом деле она очень держится, да, очень хорошо держится. Потому что она очень спокойный, добрый, такой душевный человечек. Она не требовала себе какой-то жалости, да, еще что-то. То есть она так абсолютно спокойно. А сколько времени прошло с этого момента? Где-то около пяти месяцев, то есть совсем чуть-чуть. Кстати, она тебе не рассказывала, как она сейчас дальше живет? Она встречается с кем-то? Я имею в виду, ходит ли она гулять? Кто-то ее поддерживает? Нет, она не замкнулась. Коллеги, тут есть вот, знаете, такая тонкая грань очень. Между тем, что человек осознал горе и держит в себе, и тем, что человек это горе отвергает. То есть, несмотря на то, что есть свидетельство о смерти, человек на уровне души понимает, что все живы. Или уверен в том, что все живы. И я бы сначала поисследовал. Она согласна внутри с тем, что да, это произошло, эта трагедия случилась. Или она просто отвергает и говорит, нет, они все для меня живы. И может быть, поэтому она и держится. Андрей, я забыла очень главную вещь сказать. Ну, мне это немножко показалось странным, но у Анны была просьба ко мне. Она мне сказала, что ей нужен экстрасенс. И у тебя есть уникальная возможность задать тебе вопрос, который ты хочешь. И любви-то не было. Как так не было, но... Это прошлое, которое уже произошло. Сегодня был сделан первый, но очень важный шаг. У Анны была просьба ко мне. Она мне сказала, что ей нужен экстрасенс. Я, безусловно, пообещала ей помочь, да, но у нас есть как бы Андрей, который справляется с психологическим проблемой. Она говорит о том, что наверняка она думает о том, что они жили где-то рядом. А у нее какие-то вопросы есть. Я говорю, Ань, а зачем тебе экстрасенс нужен? Она говорит, я уверена, что на семье мужа лежит некое проклятие. То есть, говорит, очень много смертей случалось, и поэтому она думает, что это все не просто так. Мне кажется, это как раз свидетельствует о том, Андрей, что она хочет жить дальше. Она хочет подстраховаться и исключить такую же возможность, возможно, в дальнейшем. Может быть. Но это же воля к жизни. Вы знаете, мне кажется, что кроме того, что нам нужна Аня помочь действительно эту трагедию пережить, мне кажется, при помощи нашей программы мы можем помочь Ане начать новую жизнь. Я предлагаю вам, ребята, вообще всем ответственным за внешнюю сторону перезагрузки, действительно сделать из Ани нового человека, новую стрижку, новый макияж, совершенно новый гардероб, чтобы она абсолютно изменилась, начала новую жизнь не только внутри при помощи Андрея, но еще и снаружи, чтобы она стала совершенно новым человеком и пошла дальше. И она уже там сама будет уже выбирать, или она живет так, так как в том образе, который мы ей предложили, с новыми чувствами, или она вернется в свой старый образ. Но мы, конечно, сделаем все возможное. Не терпится скорее заняться. Да, я на самом деле хочу о самом прекрасном сказать, что у Ани замечательная внешность, очень интересная девчонка. С ней очень будет приятно работать, потому что она просто красавица. И хочется какую-то частичку своей души ей дать, чтобы хоть как-то помочь выставить в этой трагедии. Я думаю, что мы поможем Ане жить дальше, поможем пережить это горе, найти силы действительно жить дальше, забыть это горе. Я думаю, что нужно немедленно приступать к нашей работе, да, и помочь Ане. Давайте помочь Ане. Это абсолютно наша сила. Спасибо большое. Я вообще не боюсь стоматологов. Каждые полгода хожу, проверяю зубы. И, в принципе, они у меня в хорошем состоянии. Ожидаю, что у меня будет более белоснежная улыбка, более ровные зубы. На самом деле у вас очень ровная белая эмаль. Но вот мне как специалисту сразу бросается в глаза, что не очень верное положение зуба одного. Вас это не смущает? Ну, немножко. Вы знаете, что это можно очень легко поправить, это абсолютно безболезненно и очень надежно и надолго. Эта процедура называется реставрация художественная, когда мы изменяем положение зуба, не перемещая его, а в одном месте убираем немножко его ткани, в другом добавляем современным материалом, и у вас становятся зубы очень ровные и очень красивые. Так что, если вы бы хотели увидеть свою улыбку более совершенным и готовы вам помочь прямо сейчас. Да, я не против. Тогда начнем? Да. Ань, привет. Привет. Здравствуй. Привет. Меня зовут Юра. Юрий Столяров. Звездный визажист. Я буду работать с твоим лицом, но немножко позже. Ты знаешь, что тебя сейчас ожидает? Да, предполагаю. Что? Косметолог. Визит к косметологу, совершенно верно. Как ты считаешь, у тебя есть какие-то проблемы, с которыми нужно обращаться к косметологу? Думаю, да. Ну, черные точки на носу, наверное, это большая проблема. Нет, ну еще плюс сухость. Совершенно верно. Тебе нужно поувлажнять кожу, это видно невооруженным глазом. Действительно, есть проблемы с кожей, но, на мой взгляд, есть еще одна маленькая проблема. Вот эти носогубные складочки. Ну, мы сейчас посоветуемся еще раз с тобой с косметологом, но я считаю, что уже пора сделать профилактику, которая как раз-таки поможет очень сильно отодвинуть образование и дальнейшее зарегание носогубных складок, да, чтобы не выглядеть в 25 на 30. Нам этого не нужно. А в целом, я считаю, что у тебя вполне приемлемое состояние кожи, совсем немножко поработает косметолог, и уже потом я тебя буду с нетерпением ждать в своей мейкап-студии. Но все-таки мне гораздо больше нравится работать с ухоженным лицом. Анечка, познакомься, пожалуйста, Наталья Александровна, суперврач. И вот Наталья Александровна нам сейчас расскажет, что конкретно она будет делать с твоей кожей, для того, чтобы она перестала выглядеть, как пергамент пересушенный, чтобы убрать вот эти проблемки. Что бы я хотела порекомендовать? Это лазерная биоревитализация, безболезненная абсолютная процедура. Она вводит в глубокие слои кожи гиалуроновую кислоту. Круто! То есть теперь можно делать биоревитализацию без иглы? Без иглы, без инъекционной. Она так и называется... Пришел 21 век, ты понимаешь, что происходит? Так, и вот кожа еще проблемная, я вижу. Кожа проблемная, эта зона немножко жирная, поэтому я бы хотела назначить вам фибрострайк, процедуру, которая, с одной стороны, улучшит текстуру кожи, и плюс... То есть более гладкой кожей. Сделает кожу более гладкой, и плюс она увлажнит ее. Что у нас еще есть? Какая небольшая проблема? Закладывающиеся носогубные складки. Вот. Микро-микро-иголочки, абсолютно никаких последствий у нас не будет. Болезненная или болезненная? Процедура неприятная, но не болезненная. Укусил комарик. Комарик? Да. Ну что, мне кажется, что все предельно ясно. Я вас оставляю наедине с Натальей Александровной, а мы с тобой увидимся позже. Аня, привет. Здравствуйте. Андрей Квухаренко. Психолог. Хочу тебе представить. Нону, помнишь, ты просила о встрече с экстрасенсом. И Нону экстрасенс. И у тебя есть уникальная возможность задать тебе вопросы, которые ты хочешь. Спасибо. Ну, я вас оставляю. Да. Чего вы ждете от экстрасенса? Ну, жду ответов на какие-то вопросы, которые меня интересуют, и, наверное, никто другой на них не сможет ответить. Вот несколько фотографий. Угу. Мужчина – пропасть, разлука, дыра. Отсутствие жизни, отсутствие линии жизни. Потери. Вот я беру фотографию, и ему на этой фотографии не так много отведено. То есть это человек без смысла жизни какого-то глобального. И с вами, между вами огромная пропасть, недостижимая. Вы не касайтесь друг друга. И вряд ли уже прикоснетесь. Его появление и приход сюда было ошибкой в неком смысле. Что касается ребеночка, то, честно скажу, вот при том, что вы родили этого ребенка, вот между вами связь, она, ее тоже опять-таки нет. Ну, никакой почти. Я понимаю, может, я сейчас обижаю ваши чувства как матери, но нету связи. Что вы хотите именно узнать? Ну, хочется понять, почему произошло так, как оно произошло, и кто в этом виноват. Если просто есть такая версия, что, ну, есть какая-то порча на семье. Ну, кто вам эту версию сказал? Ходила к бабке, которая... Ну, бабка для меня не авторитет. Ну, я понимаю, да. То есть, когда они не могут что-то объяснить, они говорят про порчу и проклятие. Я понимаю, что, может, жестоко то, что я говорю, проще видеть какую-то абстрактную порчу, которую можно снять. Но вот это не повторится больше в вашей жизни. И это было чуждое, чужое, не ваше. Хотя я понимаю, что это ребенок. Если это отец ребенка, и у них идет идентичная волна, то у нее... Она точно так же приходит в этот мир случайно, непонятно и не... Ну, как бы, как без фундамента. Как и он сам. Мы жертвы просто той информации, той веры, которую нас в детство вкладывают. Там про раз, на всю жизнь про любовь. И любви-то не было. Не было, ну, как бы... Вам не кажется, что вы с ним как брат и сестра были, нет? Нет. Ну, вот так, как брат и сестра, ну... У вас не смущает, что вы так с ним и внешне похожи? Ну, все говорили так. Что у вас просто один генотип. Вы его спрашиваете, что ему надо от жизни? Что он хочет? Он ничего не хотел. Посмотрите внимательно вот на эту фотографию, даже на эту. Он же в плене находится, это очевидно. Это даже не надо быть экстрасенсом. А в плене он находится, потому что ему ничего не надо. Вот. Если вы хотите говорить именно про порчу и про проклятие, порча – сама встреча. Как бы это по-идиотски не звучало. А не то, что произошло дальше. Просто его бабушка говорила о том, что у них в семье... Мужчины вымирают, типа того, да? Да. Мне это все очевидно. Но я же сказала, он не должен был родиться. Просто сложно это понять, что человек был, а? И как бы... Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Давайте это примем, да? Просто я не знаю, что мне дальше как. Жить, получать новое образование, работать на телевидении, в театре, везде. Реализовать весь свой творческий потенциал, который есть внутри. Поэтому, что вы делаете? Завтра вы просыпаетесь, пишите новую программу жизни. Кем хотите быть, что хотите делать, каких детей хотите, какого мужа. И вам все это вот так дадут. Я пока ничего не хочу. Ну, пока это надо просто принять, пережить и пожить с этой мыслью. Договорились? Угу. Хорошо. Хотя есть еще ко мне вопросы? У меня что-то хорошее еще в жизни будет? Вот если ты завтра проснешься и скажешь, что Нонна Хидерям права, она все правильно говорит, я буду жить так, как она мне сказала. У тебя все будет. А если завтра ты проснешься, ну ты... Нет, у тебя все равно по-другому будет. И хорошо, просто еще пять лет своей жизни потратишь на то, чтобы это понять. Договорились? Угу. Окей. Слушай, когда мы с тобой беседовали на кастинге, я понял, что ты еще продолжаешь верить в то, что твои близкие здесь. Да. И что ты, в общем, их не отпустила. Я тебе предлагаю, ну, их отпустить, и я готов тебе в этом помочь. Это важно как для тебя, живущих, так и для них, уходящих. Хорошо? Да. Тогда пойдем. Пойдемте. Сейчас мы просто сделаем, знаешь, как это, и упражнение, или ритуал, для того, чтобы восстановить равновесие. Встань сюда, пожалуйста. Это прошлое, которое уже произошло. А там будущее, в которое ты пойдешь. А здесь пусть у нас будет настоящее. Я тебе предлагаю принять их в судьбу и отпустить их в душу. Смотри на них и говори, я принимаю вашу судьбу. Я принимаю вашу судьбу. Наверное, мне очень жаль сейчас, что я не с вами. Но, конечно, когда-нибудь с вами я соединюсь. Мы опять будем вместе. Но пока я здесь, я еще поживу. И, наверное, я сделаю в своей жизни что-то хорошее. Не могут идти туда, куда им положено? Или ты еще их держишь здесь? Наверное, держу еще. А сколько тебе нужно времени, чтобы они еще были здесь? Даже не знаю. А ты скажи сейчас фразу, мне очень тяжело с вами расставаться. Мне очень тяжело с вами расставаться. Закон такой, что вы должны уйти туда, куда вам необходимо. А я храню вас в своем сердце. Должна быть здесь. Но позже я с вами обязательно встречусь. Пока я стану здесь, сделаю то, что должна. Как считаешь, они сейчас могут уйти? Да. Скажи им, что они могут уйти так, чтобы они услышали тебя. Вы можете идти. Вы всегда будете в моем сердце. Там будущее. Тебе важно туда следовать самой. Попробуй двинуться. Я думаю, что сегодня был сделан первый, но очень важный шаг. Шаг принятия судьбы и шаг прощания. Я видел, что Анне было очень тяжело проститься с своим мужем и своей дочерью. Но тем не менее она сделала этот шаг. И это подтверждает то, что она пошла в сторону будущего. Привет. Аня, как поживаешь? Да ничего, нормально. Ждешь? Жду. Александр Рогов. Модный московский стилист. Ну давай тогда не будем терять время, пойдем в гардеробу и все посмотрим. Пойдем. Давай. Ой, ну класс. Ань, расскажи мне, пожалуйста, пока я быстро осмотрюсь, во что ты одеваешься, вообще как свой стиль опишешь, что ты любишь, что ты носишь? Ну, стиль мой, он какой-то, наверное, очень подростковый и маленькой девочки. Маечки, какие-то футболочки. Ну, футболочек, маечек тут, правда, много. Да, на самом деле. И с какими-то детскими рисунками, и с бантиками. Но на самом деле у тебя не только гардероб какой-то маленькой девочки, у тебя здесь и гардероб бабушки есть. И вот тут гардероб какой-то, я не знаю, что это такое вообще. Когда ты в это ходила? В школу. В школу? На учебу. И в институт. В институт. Потрясающий наряд, мы, может, примерим? Давай. Давай. А, нет, вообще, это чудовищный наряд, на самом деле. Ты похожа на школьницу, знаешь, причем такую беспонтовую совершенно. В школе казалось, это очень здорово. Знаешь, я тут еще какую-то ленточку атласную нашел. Смотри, какая-то нарядная школьница. Вот такой вот ты была просто самой крутой в школе. Ну ладно, Ань, давай тогда ты мне сейчас поклянешься, что про этот наряд ты точно забудешь, потому что мне он категорически не нравится. Ни его рукава, ни крой этой блузки, вот эти дополнительные защипы здесь. Этот чудовищный просто воротник отложной. Все очень плохо. Далее в программе. Я тебя уважаю, Ань. У тебя такая крутая внешность. Вот попроси, Сашка, научить тебя ходить, прям даже не как я. Хорошо. У меня сердце у вас в ноги уйдет. Я не понимаю, потому что она кардинально изменилась уже. Давай продолжим. Я, конечно, мечтаю у тебя спросить, почему вот такая чудовищная кофта в катышках есть в твоем гардеробе. Давай ты мне расскажешь, с чем ты эту кофту надеваешь, потому что, я так понимаю, на улице ты в ней появляешься. Да, например, я одеваю джинсы, какую-нибудь водолазку или кофту под низ. Водолазка. Любимое слово, как давно я его не слышал. Водолазка. Окей, кофта. Водолазка есть здесь, которую ты надеваешь, вот коричневая, смотри, у тебя есть. Да, можно такую. Правда? Ну, запросто. Серьезно? Я просто так тебе показал. Это еще одна из моих любимых водолазок. С такими сборочками на рукавах, ручки укорачиваются, и длина, то, что нужно. И шею отрезаем. Все, что нужно, делаем одной вещью. Ну, так вот, смотри, водолазка коричневая. И джинсы какие? Джинсы можно какие-нибудь вот такие. Такой наряд будет у нас, да? Ну, давай, примеряй, посмотрим, в чем ты ходишь на улицу. Красотка. Ань, ну, что ты смеешься? Ну, это правда плохо? Верю. Ну, и что? Почему ты не борешься с этим никаким образом? Я знаю, ты сейчас ответишь. Ну, мне же удобно в этой кофте. Я, когда иду на улицу, я не должна думать о чем-то другом, кроме как о том, что мне должно быть тепло. А что это вообще за водолазка? Откуда она у тебя взялась? Можно я вот так тебе кофту сниму? Это водолазка. Это же жесть жестяная. Это история вообще. Какая в ней история? Ну, когда мне было лет 15 или 16, у сестры была свадьба, я была свидетельницей. Ну, я не знаю, конечно, свидетельницей в трикотажной водолазке с вот такими рукавами, с открытым животом. Ну, просто я не знаю, что с ней нужно сделать. Ты хотела свадьбу сестре испортить, что ли? Или у вас был дресс-код? Все в коричневых водолазках. У нас была свадьба в деревне. Ну, знаешь, опять-таки, свадьба в деревне совершенно не значит, что нужно надеть на себя вот такую водолазку. У меня была красивая юбка. Платьице могло быть на тебе красивее. Тем более, ты была совсем молодая, тебе было 16 лет. Какое-нибудь летящее платьице в цветочек. Ну, господи, вообще, свадьба зимой. Кто свадьбу зимой делает? Я вообще не понимаю. Ладно, я знаю, что ты все равно ведешь активную жизнь, и на шоппинг ты ходишь, и с друзьями встречаешься. В чем ты это делаешь? А вот выбери сейчас наряд, в котором ты вышла бы не просто на улицу с какой-то обычной целью, я пошла бы, не знаю, в гости к кому-то, или посидеть в кафе, в кино, может быть, на шоппинг. Ого! Ну что, давай тогда вот эту блузку с имитацией кружева, с экстра короткими шортами. Надевай, посмотрим на тебя в твоем выборе. Не в том, что я тебя заставил надеть, что ты выбрала сама. Давай, приходи сюда. Можно я колготки возьму? Конечно, можно. Она за колготочкой пришла. Давай, колготочки. Какие колготочки? Ой, любые можно. Я возьму какие-нибудь вот эти. Мои любимые, бог, прозрачные. Давай, надевай они. Аня! Ты меня разочаровала так, ну, в смысле, очаровала, наоборот. Я обожаю, когда есть к чему придраться. На самом деле, если бы на тебе было черное платье-футляр, высокий каблук, красные губы, эти колготки, ну, наверное, я бы тебе сказал, симпатично. Но вот этот твой комплект, это просто бомба. Ань, как тебе пришло в голову все это надеть вместе? Внимание обратите, она сама все это выбрала. Мне нравится. Серьезно? Да. Я тебя обожаю, Ань. Просто ты лакомый кусочек, у тебя такая крутая внешность, мне безумно нравится твое лицо. Мне вообще-то безумно нравишься, просто вот не в этих комплектах, которые мы примерили. Все будем менять, менять есть, так что встретимся с тобой уже на шопинге. Хорошо? Да. Обзаведемся новыми шмоточками. Хорошо. И все. И продолжим нашу перезагрузку именно там. Хорошо? Хорошо. Ну что, предлагаю незамедлительно начинать шопинг. Вам ручки, девочки, проходите. Да, я думаю, вы уже видите, куда нужно идти, да? Конечно. Аня, Ксюша, принимайте мою работу. У тебя появится вот такая юбка. Мы будем носить это не с нежной бежевой блузой, а будем носить вот с такой двусторонней блузкой. Это блузка-майка. А и сверху я тебе предлагаю носить вот такую джинсовую куртку. Все вместе это выглядит очень модно, очень по-молодежному, очень современно. Ты будешь выглядеть как настоящая, ну не знаю, жительница Европы. Вот так одеваются девчонки в Европе. Ого. О боже. Ничего. Нет, я сегодня весь день хожу на этой платформе, мне так тяжело. Но здесь вообще, конечно, я отдохнула в стороне. Тот попроси, Сашка, научить тебя ходить прямо, потому что не как я, которая вот так ходит. Хорошо. Главное, не бояться наступать на пятку. Один простой секрет. Аня, отправляйся со всем этим в примерочную, надевай. Примерочная там. Мы ждем тебя здесь уже в совершенно новом образе. Спасибо. Давай, смотри. Красотка какая! Ну-ка покрутись, покрутись скорее. Безумно нравится. Тебе нравится сама? Как ты держишься? Мне нравится, что все эти слова произношу не я, что вы сами начали кружиться, говорить о том, какая Аня красотка. Спасибо, Сашенька. Очень красиво, мне безумно нравится. И юбка эта с аппликацией из мелких цветочков. И вот это восточное украшение. Мне такое очень деликатное на тебе выглядище. Мне очень нравится. Ну что, Саша? Тебе удобно ходить? Нормально? Мне безумно удобно. Ты стала выше, чем я. Ну это не мудрено, конечно, с моим маленьким ростом, но в любом случае. Тебе самое нравится? Удобно? Да, вообще очень нравится, очень все здорово. Ну что, смотри, давай закончим тему с юбками и платьями. Я очень хотел бы, чтобы в твоем гардеробе появились платья. Мне очень нравится это летящее платье, опять-таки в цвет твоей юбки. Ты можешь это платье миксовать, даже с этой курткой, если на улице прохладно. Согласен. Ты можешь носить брюками в пол, джинсовку ты можешь носить и с этим платьем, и с этим платьем. Даже вот с такими брюками в пол. А здесь мы используем вот такой топ практически в тон к брюкам. И я предлагаю уже в этом наряде, ты можешь потом носить его и с джинсовкой, использовать вот такую куртку без рукавов хаки, притального силуэта, с деревянными вот такими яркими браслетами. Давай примерим? Всего давай. Мы тебя ждем. Как тебе хорошо, яркие вещи, а? Сразу улыбка автоматически появляется на лице. Мне так нравятся, безумно крутые брюки. Ксюша, возьми на заметку, пожалуйста. Считаешь, мне пойдут? Я считаю, что такие брюки пойдут всем. Ну что, ты сама довольна? Да, мне очень нравится. Так, а что будет третьим, Саша? Ой, что будет третьим? На самом деле, я предлагаю примерить самый простой, казалось бы, комплект из вот таких джинс, вот с этими прекрасными лаковыми бежевыми лодочками. И я предлагаю надеть вот такой летний хлопчатобумажный свитер, крупной вязкий, объемный, с вот таким длинным ожерельем-типочкой. Давай примерим? Да, конечно. Мне тоже такой свитер есть. Да, тебе тоже. Хочу. Скорее, показывай нам свою красоту. Скорее, показывай нам свитер, который уже есть в гардеробе у Ксении Бородиной, теперь есть и у тебя. Ань, очень крутой свитер. Всем советую обратить внимание на вот такие свитера, объемные, из хлопчатобумажной ткани. В них действительно очень удобно летом, когда виселеет. Не жарко абсолютно. Не жарко совершенно. Очень крутой, европейский, опять-таки подчеркиваю, европейский, хороший образ. Очень мне нравится. Мне очень тоже нравится. Ты довольна? Тебе удобно, самое главное? Да. Здорово. Крутись нам, покажи еще раз. Класс. Слушай, ну вот теперь я вижу хорошее, прекрасное, замечательное, счастливое лицо Ани. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Ань, тебе вообще в общем нравится все? Да, вообще в общем все здорово. Мне безумно нравится. Как ты молчаливо так стоишь и только сияешь. Я пока просто осознать не могу, мне, наверное, слишком сильно. Мне очень нравится сочетание, которое тебе Саша подобрал. А во внимание обратите, пожалуйста, еще есть, 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 есть еще вот такие брюки, чиносы, тоже подкрученные. И очень круто будет с этим свитером. Да, с этим свитером можно носить, можно вот с этим свитером, вот так, вот так. Аня, просто будешь миксовать, я не знаю, месяц целый, огромное количество комплектов из вот этой небольшой вешалки. Ну ты вдохновилась? Да, очень. Ну мне кажется, осталась только наша часть перезагрузки, которую мы лично готовы. А ты готова? Потому что Юра с вами, да, глади, говорит, по до свидания. Сейчас вас отрежу. Давай мы с тобой переоденемся и поедем в нашу студию. Все счастливо. Анечка, мы тебя ждем. До встречи с короткой стрижкой. Слушай, отрежет он. Я не знаю. Анечка, давай, проходи, присаживайся. Ты всегда сходила с длинными волосами. Да, я всегда так ходила, и мне даже как-то не верится, что меня как-то можно изменить и сделать по-другому. Изменить тебя можно, причем есть миллион путей для этого. Но мы выберем самый эффектный. Вот увидишь. Я тебе верю. Ты красавица. Тебе подойдут очень многие вещи. Но я думаю, что сегодня у нас такая с тобой задача, максимум, по-настоящему тебя изменить. Чтобы ты ушла действительно другой. Такой, какой никогда еще до этого не была. Ну что, не боишься? Немножечко боюсь, но доверяю тебе. Не надо бояться, ты будешь прекрасной. Спасибо. Все, начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас сердце у нас в ноги уйдет. Не уйдет. Вот так начинается новая жизнь обычно у людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Началась? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажи мне мою косичку. Сейчас, сейчас все покажу. Она, к сожалению, почти распустилась у нас. Что ты как будто я тебе, не знаю, духлого хорька показал? Вот это твои волосы. У меня в голове сразу матные слова почему-то, извиняюсь, конечно. Ну, это называется шок. А-а-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, Анечка. Вообще, если честно, я не понимаю, потому что она кардинально изменилась уже. Уже? Понимаешь? Да. Это Аня, но какая-то другая. Зеркало будет чуть позже, Анечка. Да, слушай, бывает, заиграешься так хлопушкой, людей не замечаешь. Вообще, ты так заигрался хлопушкой. Ну, прикольно, правда? Ну, утро, утро. Ты шумишь. Это, знаешь, не... Это съемочные площадки людям, которые еще спят. Как раз сразу. Будет. Да. И пошел. То есть актер спит, ему дело, как раз, а он что? Он проснулся, да, больше не дремлет. Да, это сразу какая-то эмоция. Сразу слова вспоминает. И сразу слова вспоминает. Нужно взять с собой в постель, если вдруг кто-то храпит, как раз. Пусть полежит у вас здесь хлопушкой. Как будто актер. Когда вы уснете, я вам хлопаю. Мы не уснем. О, что это такое, Женя? Это хорек. Это хорек мертвый, погибший хорек. А ты вот канавал, понимаешь, что происходит. Ну, что теперь делать? Но вспоминается мультик про я. Помнишь, нашелся к шарику горшок? Хвостка, не враждебный. Померяй. Хвостка. То есть ты меня сейчас с Ломой позвал, да? Почему? Осликом. Осликом. Да. Осликом не просто осел штатный. Крутое ослище. Слушай, ну вообще, конечно. Все девушки знают, что если они к тебе попадут, то волос, скорее всего, они лишатся. Это неправда. Да, некоторые приобретали у Женечки. Просто 2012 год. То есть ты стремишься сделать девушек современнее? Ну да, в принципе. Девушки, если вы хотите стать современнее, приходите к нам на программу. Адрес вот здесь. Женечка вам в этом поможет. Ладно. Новая жизнь, новая стрижка. Я еще вернусь к вам. Давай. Мы тебя будем ждать. И приглашу тебя, Анечка, в мою мейкап-студик. Ну вот придешь, тогда и пригласишь. А сейчас обещаниями кормишь вообще. Как же нам сделать-то с этой шапкой? Я не знаю, чтобы она тебе затылок не уродовала. Ну она прям... Лучше как-нибудь, Женечка, справимся. Ну, Нюр, ну пожалуйста, только главное... Ну ты, конечно, забываешь в процессе, кстати, творения про шапку все время. И у нас все время ужасные затылки, и надо перемывать героинь. Давай в этот раз поосторожней, хорошо? Это принципиально важно. Аня у нас не просто героиня, а нереально красивая героиня. А героиня стриженная. Стриженная и нереально красивая стриженная. Поэтому давай ты забирай. А что с затылком? Ну ты его сбрил и все, что ли? Ну он же может помяться все равно даже бритый. А, то есть на коже складки. Да, это некрасиво. Все, Анечка, пойдем. Пойдем, доделывайся. Давайте я вам скоро присоединяюсь. Мы его будем ждать, этого канавала. Какая бездуховность вообще. Перезагрузка новая я. Дубль первый. Садись. Мы закончим это дело, которое начал Женя. Это преображение, окончательный последний шаг. И совсем скоро ты уже увидишь в зеркале. Ты так давно об этом мечтала. Вот эта мечта, я обещаю, сбудется через буквально полчаса максимум. Хорошо. Готова? Да. Давай начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее в программе. О, боже мой. Это точно я. Я вообще не узнала. Привет. Как правильно сказал Саша, бежим паковать чемодан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анечка, глядя на тебя, одно только слово у меня, честно. Молчи. Что-то нельзя в эфире такие слова говорить. Закрой уши. Анечка, восторг. Восторг. Неправильное слово. Белиссимо. МОНИФИК. ФАНТАСТИК и ФОРМИДАБЛЬ. 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 Очень красиво. Ваня, снимай, я хочу посмотреть. Подожди, нет, я хочу рассмотреть, потому что я не понимаю, как вообще получилось. А, ты знаешь, в чем дело? Беру на тон холоднее яркие гелевые тени, накладываю их в качестве основы на подвижное веко. Потом наношу карандаш по ресничному контуру, а потом компактными тенями растушевываю... Тенями. Компактными тенями растушевываю границу карандаша. Когда компактные тени ложатся на гелевые тени, интенсивность цвета в два раза ярче, и при этом посмотрите, какой потрясающий эффект. Снимай, я хочу посмотреть то, что там получилось. Можно я сниму? Ну, не надо. Мне очень хочется. Ну, хорошо. Ах! Ну, это вообще другой человек. Мы готовы развернуть тебя. Я не готова меня разворачивать. Ты не готова тебя разворачивать? Анечка, тебе этого не придется делать, потому что медленно, как мы обещали. Касина, не резко. Не резко. Можно я не буду смотреть. Нельзя. Смотри. Ой-ой-ой. Смотри. Это точно не я. Это другая девушка. Но она очень крута. Хочу сказать это. Ну, скажи скорее, скажи скорее, что ты чувствуешь. Я даже не знаю. Ань, ну вот наша перезагрузка закончилась. Я надеюсь, что ты всем довольна. Пойдем покажемся всем в студии, всем ребятам, чтобы увидели финальный результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Аня. Боже, я вообще не узнала. А вот и Аня. Я вообще не узнала. Даже я, ну да. Я вообще не узнала. Привет. Какая-то красивая, глаз не оторвать. Рассказывай. Я вообще под впечатлением. Какая прическа клевая. Вообще. Мне тоже все очень безумно нравится. Мальчикам большое спасибо. Потому что, ну, боялась за волосы, наверное, больше всего. Да? Переживала? Да, потому что, ну, все-таки, всю жизнь хожу с длинными. Ага. И, наверное, такая... Ходила. Ходила. Теперь привыкай. Ходила. Ну, возможно, еще и будет ходить. Это же... Ну, я думаю, вряд ли. Вряд ли, да. Молодец. Вот. На самом деле, все отлично. Мне нравятся мои глаза. Они... Юра вообще прекрасно их накрасил. На самом деле, я просто хотел дать какой-то цвет. Твои глаза можно было так ярко и не красить. Мне хотелось показать тебе какой-нибудь вариант макияжа, на который бы ты сама не решилась. Да, да. Я бы так сама вряд ли. На самом деле... Кстати, хорошо, что ты сказала про то, что ты сама бы не решилась. Потому что все, что мы сделали в перезагрузке, это все, на что бы ты сама не решилась бы. Андрей, ведь это же правда. Они бы намного не решились. И вот, наверное, эксперимент уже был какой-то сложный. Эксперимент был обычный, в общем-то, учитывая ту ситуацию, в которой оказалась Аня, и он был направлен и на то, чтобы подготовить Аню к переходу в такое новое состояние из-за прошлого в будущее. Ну и судя по тому, как она прекрасно выглядит, это удалось. Ань, ну ты расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее? Точно знаю, что, скорее всего, то, что я планировала работу в военной части, я, наверное, ее отложу. Потому что, я думаю, мне уже не пойдет военная форма. Да, это правда. Я помню, что ты хотела бы уехать чуть ли не жить за границей. Да, да, просто это такой шаг, на который вряд ли в ближайшее время решусь, потому что все-таки есть люди, которым я не безразлично. Вот, но это, конечно, было бы... А мы, между прочим, дадим тебе попробовать сделать этот шаг. По крайней мере, будешь попутешествовать, это точно. И посмотреть, захочешь ли ты жить за границей или нет. Мы от нашей программы дарим тебе возможность путешествия в Европу. Что, здорово! Да! Даже мы не знали об этой прекрасной сюрпризе. Это сюрприз! Это очень круто, Ксюш, что ты придумала такой невероятный подарок, поездку именно в Европу. Потому что, как ты помнишь, когда мы с Аней были на шопинге, я ей несколько раз повторял о том, что очень хочется сделать из нее такую европейскую штучку. И я думаю, что весь твой новый гардероб прекрасно подойдет к европейскому путешествию. Так что упаковывай все в чемоданчик и отправляйся. Я тебе даже немножко завидую. Я сама себе завидую. Да ты уже европейская штучка. У нас без помощи у ребят получила. Ань, ты отправишься в путешествие, погуляешь по Европе, в конце концов. Ты сама потом решишь, оставаться там или не оставаться. Тебе только 21 год. И, как мне кажется, ты имеешь право на некий эгоизм небольшой. Ты сейчас действительно должна пожить для себя. Вот чего я тебе желаю. Ты красивая, молодая. У тебя все еще впереди. И ты, самое главное, ты очень сильная девочка. Поэтому оставайся такой же сильной. Я думаю, что тебя ждет лишь только светлое будущее. Чего мы тебе вместе с ребятами желаем. Вот эти бурные апплесменты. Давайте мы не заканчиваем, да, еще? Нет, конечно, скажи. Я кое-что вспомнил. Да, давай. Что это за новость? И я тоже кое-что вспомнил. Сейчас все по очереди будем выбегать из студии. Что такое? Потом прибегать. Кто там Женька вспомнил? А, я хочу тебе подарить енота. Это твой енот? Хорек. Хоронил. Хорек? Хорек. Это же не енот, это хорек, извините. Храни его как напоминание о твоей мужественности. Потому что это мужественный поступок. Потому что волосы действительно хорошие. Да, волосы хорошие. Потом, чтобы не говорили, что мы отрезаем и продаем волосы, да? Да, да, реабилитируем. Мы выпускаем хорьков. Да, я тоже хочу Ане сказать пару слов, что ты невероятно мужественная. Так решиться на то, чтобы отрезать волосы, не плакать, насколько я знаю. Я был в шоке. Я был в шоке даже. Не предъявлять никаких претензий. И сейчас себя так свободно чувствует с новой стрижкой. Ты с ней уже сжилась. Ты правильно поправляешь челку? Ты так игриво все это делаешь, Анне. Я тебе тоже желаю всего самого прекрасного. Спасибо. Чтобы ты продолжала дальше жить. Чтобы ты действительно решилась на какие-то новые шаги в своей жизни, на новое будущее. Не важно, в Европе оно будет здесь. Я тебе желаю всего самого-самого прекрасного. Спасибо огромное. Анечка, и самое главное, это все-таки частичка разумного эгоизма. Мне кажется, она тебе очень нужна. Очень здорово помнить о близких, но мне кажется, в первую очередь, нужно думать о себе, потому что, если ты будешь счастлива, то люди, которым ты не безразличен, тоже будут очень счастливы. Я тебе предлагаю помнить то упражнение, которое я тебе давал, это с кольцом. Снимай кольцо, иногда откладывай в сторону, если хочешь, одевай обратно. Потому что кольцо – это якорь, который тебе говорит, что ты до сих пор в каком-то там социальном состоянии пребываешь. Но это, к сожалению, уже не так, и тебе важно этот якорь иногда снимать, чтобы от него освобождаться. Хорошо? Аня, самым приятным, как правильно сказал Саша, бежим паковать чемоданы. И в Европу! Отлично! Можно тебя обнять? Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Ну что, пойдемте паковать чемоданы. Пойдем. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. В следующей программе. Мне не нравится. Ей неприятно, когда на нее смотрят, она ничего не нравится. Мне все не нравится. Мне некомфортно и мне не нравится. Сколько ты еще будешь отравлять мир такой кислой фезиономией? Слоган твой основной по жизни – мне не нравится. Не надо мне ничего забирать, но это не будет. Мне не нравится. Египет. Это правда? øre я тожеénero! Субтитры создавал DimaTorzok